всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите мои чудодейственные монологи спасибо за то что пишите комментарии я их читаю мне приятно этим заниматься по мере возможности отвечаю но если на какие-то комментарии не отвечу не обижайтесь просто нет времени не успевает ну и спасибо тем кто поддерживает канал материально это тоже всегда приятно и полезно в первую очередь для вас потому что дающий получает радость даже большую чем берущий это не я сказал это мудрость жизни ну а не раз я уже признавался в том что люблю музыку в стиле фьюжн как и многие наверное из тех кто смотрит вот эти мои ролики так вот фьюжн одна из самых известных по крайней мере в нашей стране пластинок в стиле фьюжн romantic warrior группа return to forever чикакария если кто не в курсе 1976 год пластинка стоит того чтобы они хоть чуть-чуть поговорить 76 год где-то я году в 77 78 наверное с ней познакомился как и многие мои знакомые я тогда еще учился в школе соответственно 77 уже я из школы отвалил в смысле закончил я смысле кончил но тем не менее был юн информации в советском союзе о рок-музыке о джазе обо всем том что происходило в странах запада практически не было кто бы что ни говорил ну практически не было какие-то крохи доходили о музыке об искусстве кино правда было кое-какое но тоже не шибко много ну что-то было ну а что касается музыки были одни сплошные легенды домыслы вплоть до того что довольно долго муссировалась история о том что группа beatles приезжала даже в москву когда-то там и играла концерт в аэропорту потом улетела такой тайны был концерт чем много было ерунды всякой в головах ничего как подобного близко не было ну и ничего мы не знали практически ни о чем только пластинки с черного рынка попадали в наши лапы жадные наши уши алчные все это впитывали вот и я знаю что очень многие из тех кто полюбили альбом romantic wearer а не полюбить его невозможно для тех кто любит рок-музыку рок-музыку я подчеркиваю рок-музыку да потому что в возрасте 16 17 лет я любил исключительно рок-музыку с джазом был практически незнаком ну-ка знаком то есть но мне все не нравилось я ничего в этом не понимал не улавливал не мелодии негармонии в джазовой музыке какая-то все это казалось каким-то страшным хаосом либо просто какими-то такими пошлыми дурацкими эстрадными мотивчиками вот а поскольку мы слушали рок вот эта пластинка тем более такая обложка красивая да она как-то у нас оказалась в руках и мы ее полюбили все да да куда я закончу то есть чего начал что многие из тех кто полюбили эту пластинку потом были страшно разочарованы ибо принялись покупать на черном рынке пластинки чика корея прослушать там было ничего нельзя интернетов никаких не было никто не знал что там в этой пластинке будет дальше а там оказывался чистый джаз причем джаз очень сложный несмотря на то что красивый я безумно люблю чика корея и музыка его она тогда может быть малышам нам казалось сложной на самом деле она настолько легко считывается настолько она светлая и прекрасная и и внятная при всей сложности при все виртуозности чика корея как пианиста один из самых наверное таких мощных в плане виртуозности был музыкант но люди были очень разочарованы что это какая-то джазюга вместо вот этого вместо вот этого а это это вообще отдельная история ну ретанту фарева играли не чистый джаз как как понятно да россия заговорила fusion а все-таки электрический быстрый и тяжелый fusion с креном сильным брок но эта пластинка она из ряда вон и рецензии о ней очень разные есть одни критики превозносят ее до небес считая вершиной творчества ретонта фарева и отчасти они правы потому что такие пьесы как вот это самое медиа медиа вала овертюра соцерес the romantic warrior сама собственно majestic dance the magician они до последних дней исполнялись чикан корея на концертах в разных ипостасях группы ретон ту фарева которая реанимировалась выпустила несколько концертных альбомов один из них я уже демонстрировал в самом начале записи этих роликов он есть плейлистах еще про парочку расскажу и в общем эти пьесы постоянно были в концертном сете ретон ту фарева до последних дней жизни чика корея но так вот да да с одной стороны это как бы вершина и пиковая точка ретон ту фарева с другой стороны после записи этого альбома группа была распущена и чикарея набрал совершенно другой состав тоже электрический но ретон ту фарева практически вот это вот эта ипостась практически прекратила свое существование и другие критики 1 одну рецензию очень смешно и читал что человек пишет почему какой-то не просто критик как у нас сам в стране масса музыкальных критиков которые называют себя так а какой-то музыковед серьезный такой пишет что эта пластинка romantic warrior это ответ джазовых музыкантов группе эмерсон лэгк энд палмер которая сама по себе является худшим худшим из обоих миров то есть из нашего мира и из загробного мира ничего худшего ничего хуже чем эмерсон лэгк энд палмер в музыке в нашем мире и в загробном мире не существует а это ответ джазовых музыкантов эмерсон лэгк энд палмер и сейчас эту пластинку слушаю с двояким ощущением двояким с одной стороны она конечно можно сказать что она невероятно красиво удивительной красоты просто мелодии а с другой стороны она так набита просто музыкой набита мелодиями набита звуками набита техническими какими-то новшествами загружена скоростными пассажами что нить не теряешь там все понятно у чика корея как я уже говорил музыка в общем внятная всегда и и и и считываешь спокойно даже самые сложные вот джазовые композиции они они доступны для слушателя но вот нить не теряешь но не понимаешь для чего это нить сплетена и куда она ведет вообще и где тот самый клубок где она откуда она тянется и в какой клубок она наматывается потому что вот как-то там ну совсем много это говорите говорите что рыбин ничего не понимает это все да 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 все это понятно я тупой и просто не въехал я эту музыку слушаю с 1977 года я въехал во все уже давным-давно но именно за счет того что въехал за счет того что начал слушать джаз и привык к тому что чикаре это джазовый музыкант то здесь все как-то совсем по-другому я не говорю уже правило демиолу я не говорю же про сэнли кларка про лени уайта барабанщика и ощущение такое что в студии в колорадо куда приехали музыканты записывать новый альбом четверо виртуозов четверо мощнейших джазменов собрались собрались в студии посмотрели друг на друга и сказали мы запрещаем друг другу играть джаз давайте сойдемся на том что мы не играем джаз на этой записи и приступили к записи и вот что получилось и вот что получилось medieval abertura известная всем наверное вот это начало которое на концертах постоянно звучит красивая штука вроде вроде начинается ждешь дать сейчас будет джаз рок сейчас будет джаз рок начинается рок причем начинается такое мерселек ант-палмер начинаются ну сначала после вот этого вступления клавиш но врубается вся группа бас с гитарой ладимила почему очень роковый мощнейший такой мощнейшие аккорды мощнейший гитарной гитарное звучание так такой пошел просто вот кусок рока тяжелого а потом начинается вот этот самый мерселек ант-палмер использованы клавишные инструменты под названиями фортепиано фендер родос хонор клавинет мини мук мук 15 микро мини мук арпи одиссея баха орган поле мук маримба и перкуссии этот одним только чеком корея не говоря о всех остальных музыкантов и все эти звуки переплетены их так много так такие какие-то загадочные загадочные фразы вдруг после тяжелого урока вдруг раз загадочные фразы из мультфильмов потом опять рок потом опять какие-то таинственные такие истории и потом музыканты не удерживаются все таки хотя дали друг другу обещание срываются в джазовые проходы несколько тактов играется джаз но все равно роковый не не джаз такой фьюжн который с облегчение можно но это все-таки такой намек на джаз какой-то до пошел и потом опять начинается то что люди называют прогрессив роком почему это пластинка дам молодым понравилось потому что это в чистом виде прогрессив рок просто с другими тембрами с другой подачи ну там и дринфе это где-то 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 там в будущем проглядывается и все 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 остальное и такой до ответ эмерсон лэйквинд палмер но это ничего все дело заканчивается начинается с rs пьеса лени уайта которая тоже играется на концертах игралась до последнего момента барабанщик лени уайт написал она ближе к джазу ближе к фанку ломовая но все равно все равно все равно пошел урок и все равно от джаза мы отстраняемся хоть и фанк хоть и джазовые какие-то прогрессии но они так раз сразу мы их отодвигаем и играем уже какую-то европейскую такую историю потом опять фанк и фанк все-таки здесь побеждает но the romantic warrior начинается с акустических таких дел чика корея фортепиано фортепиано гитарно акустические проходы потом усиливается усиливается усили и и все и все обещания забыты невероятно скоростное соло стэнли кларка на контрабасе и на бас-гитаре и на бас-гитаре пикколо играется и слэпом играется и 16-ми и 32-ми на 32-х дело заканчивается потому что подключается элди миола который играет уже 132-ми 64-ми до 16-е 64-е до на 64-х заканчивает игру стэнли кларк и 132-ми начинает фигачить уже но это я перегнул палку конечно там на 64-х все это все это и завершается но такие трели элди миола играет на гитаре что ума лишится самый скоростной наверное гитариста и после этого все вся рок-музыка кажется немножко конечно тормознутой и лишенной технических возможностей настоящих настоящего музыкантства я бы так сказал и ответ эмирсона логика вент-палмеру и прочим прогрессивным рокерам здесь в полный рост то есть такое ощущение что музыканты собрались просто переплюнуть всех и переплюнули надо сказать но на демиоле здесь не заканчивается история потому что включается уже чикарея в конце играет абсолютно уже забыв про все обещания играет джазовое соло на фортепиано которая напоминает нам о том что это все-таки музыканты джазовые и и все с ними в порядке голова на месте еще но это джазовое фортепианное соло но все равно в рок структуре остается ну и на второй стороне тоже история продолжается majestic dance пьеса элли демиолы еще более затейливая еще более синтезаторная несмотря на его гитару все равно там чикарея на 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 играл на синтезаторах чудес страшных да магишен стэнли кларка да в majestic dance стэнли кларк играет фразы очень похожие на то что он играл в своем сольном альбоме school days если кто-то помнит тут вот эти вот штуки мощнейшие аккордовое соло на бас-гитаре да магишен его стэнли кларка тоже пьеса тоже синтезатор на бас-гитарная чудеса с бас-гитары и дуэл of the jester and the tyrant часть 1 часть 2 но это уже в чистом виде какой-то просто вот извините за терминологию прогрессивный рок сыгранный величайшими джазовыми артистами так что двоякое ощущение то ли это просто предательство джаза то ли это доказательство того что джазовые музыканты могут играть все они действительно могут играть все то ли это просто очень хорошая музыка на самом деле пластинка это очень хорошая не принимайте всерьез мою критику потому что замечательная музыка слушать ее одно сплошное удовольствие здесь открытие в каждом даже не в каждом такте в каждой половине такта все время все время шарахаешься из стороны в сторону и ждешь что же будет дальше что же они еще сыграют через две секунды все время все несется и меняется так же как сама жизнь жизнь пойду выпьем пакра